МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЖАРА НЬЮС Всем привет! В эфире Жара Ньюс и специальный выпуск, посвященный седьмой ежегодной премии Жара Мьюзик Эвордс, которая состоялась 13 мая в ЦСКА Арена. Меня зовут Костя Браво. Поехали. ЖАРА НЬЮС Предлагаем начать, конечно же, с победителей, которые в этот вечер по полной купались в любви и овациях зрителей. Счастливой обладательницей главной награды артист года стала Анна Асти. Артист года. Анна Асти. Во-первых, я в шоке. И я хотела сказать, что, как сказал когда-то один великий артист на нашей записи песни, Я, говорит, офигела. Я офигела. Интересно, а за кого же топили сами артисты? Ну, слушайте, все достойны, но так как мы хорошо очень общаемся и дружим с Люсей, то, наверное, за нее. В этом году у Анни Асти нет конкурентов. Уж простите меня, я знаю, что, конечно же, многие хотят приблизиться к ее рекордам, но в этом году приблизиться к ее рекордам просто невозможно. Она побила все. Я болею за Джонни и за Клаву Коку. Хорошо, я признаюсь, что мое сердце отдано в этом году Люсе Чеботиной. Ну уж простите, ну уж так вот расположилось оно к этой замечательной артистке. И премьера за премьерой, и нет ни одной проходной песни. К слову, именно Люся стала певицей года, обогнав Клаву Коку, Панину Гагарину, Мари Краймбри, Ани Лорак и Зиверт. Просто нет слов. Для меня, конечно же, певица года – это очень важная награда, потому что действительно на эстраде очень много красивых и талантливых девушек. Молодых, успешных, которые радуют своих слушателей, своих зрителей прекрасными клипами, прекрасными песнями. И для меня, конечно же, было волнительно, потому что я впервые на такой большой масштабной премии, как Жара, получаю певицу года. Были диджитал премии, были маленькие премии, но такая большая – она впервые. Я же даже это… у меня и слезы, и сопли в счастье. Это просто какое-то восхищение. Жара, огромное спасибо вам за то, что вы меня поддерживали еще до солнца Монако. И наша дружба с вами уже много-много лет. А теперь я певица года не только Жара Media Awards, но еще и Music Awards. Спасибо вам огромное. Люблю, ваша Люся. А вот лучшим певцом стал мод, который, кажется, вообще этого не ожидал. Более 10 лет как бы на большой сцене, больше уже 15 на малой и средней сцене. И кем я только не был и дуэтом, и хитмейкером, и лириком, а теперь певец года. Такую награду, такую номинацию, самую главную, я не брал никогда. И меня распирает от радости, и ничего, кроме слова «ахренеть» не приходит в голову. Повторюсь, я не идентифицирую себя ни как певец, скорее как артист, да, исполнитель, автор. Но в любом случае, это главная номинация, для меня это большая честь. Поэтому большое спасибо всем, кто голосовал. Спасибо Жаре, что отметили, номинировали, и за это, конечно же, победа. Я безумно счастлив. Безумно счастлива была и Мона, которая выиграла в номинации «Прорыв года» и даже подумать не могла, что заберет заветную статуэтку. В ставке молодая исполнительница делала на совсем другую номинацию. Надежда и ожидание, что типа да, какую-нибудь я 100% заберу, но «Прорыв года» я думала, что не заберу. Я хотела очень сильно, но я думала, что не заберу. Я думала, что связь поколений будет. Возможно. Но это шок в шоке. Для меня это очень было важно. Именно вот «Прорыв года» забрать. Потому что в прошлом году я была номинирована, и я не взяла. Я думаю, ну, сколько еще лет мне нужно быть «Прорывом года», чтобы стать им вот так вот. И все. Спасибо Жара огромное. Это самое главное в моей награде. А вот статуэтка «Связь поколений», о которой и говорила Мона, в итоге досталась Акмалю и Юлиане Карауловой. За их совместную работу девочка не прощает. Только вот кое-кто, видимо, не верил в свою победу, поэтому уехал пораньше. Она очень опаздывала. У нее уважительная причина. Она сегодня ждала, ждала. Она говорила, я знала. Я знала, что мы сегодня заберем эту награду. И мы ее действительно забрали. Чуть не дождалась, но я ей уже все рассказал, все видосики поскидывал. Мы счастливы. Счастливы были «Екобойс», которые выиграли в номинации «Коллаборация года». У нас «Коллаборация года», да? «Коллаборация года». Уже не первая, да, вообще, в целом? Мы уже брали коллаборацию. Я, естественно, запутался уже. Мы в номинации группа «Группа города» взяли премию. Группа «Города» — это индивидуальные заслуги перед Отечеством. Идеальная, кстати, номинация. Жалко, что такую не сделали для нас специально на жеребе. Но, Жава, спасибо большое. Да, и мы сейчас артисты 30-летия. И дарят нам это, кстати, блески Ольги Бузовой. А вот Ольга Бузова, которая оставила на награде парней свои блестки, получила спецноминацию «20 лет в эфире». Ну, это самая главная награда, легенда на телевидении. 20 лет ежедневно быть на экранах и ежедневно быть интересной зрителю, востребованной. И я всегда говорю о том, что статистика, это цифры, это то, что стабильно. И самая популярная девушка и в стране. 20 лет в эфире. Это действительно так. Два десятилетия. Я не схожу с экранов телевидения. И если легендой ТВ стала Ольга Бузова, то вот легендой поп-культуры признали певицу Ани Лорак, которая, кажется, не ожидала этого. И представляете, какое было удивление, потому что я сидела в зале, ну, и мы ждем номинации. И вот легендой я жду. Ну, сейчас будут же номинанты, да? И вот из номинантов одна артистка. Легенда поп-культуры. Внимание на экран. Номинация. Легенда поп-культуры. Ани Лорак. Я очень благодарна, потому что, да, я много лет на сцене, но, знаете, вот эта легенда слова, оно такое было для меня всегда что-то такое из камня, фундаментальное, что-то такая, какая-то гора. Мне казалось, что рановато, рановато. Хотя, действительно, если взять по моим заслугам и, в общем-то, по тому времени и по тем, всем моим достижениям, в общем-то, представляете, я первый раз вышла на сцену, когда мне было 15 лет. И вот с тех пор прошло около 30 лет. И я держу в руках эту награду, которая называется «Легенда», собственно, «Жара Эверт». А вот Егор Крит в этом году получил статуэтку как артист десятилетия. Ну, мне кажется, это самая мощная награда за сегодня. Ну, это признание, наверное, актуальности. Спустя года. Я думаю, что это больше важно не для меня, а для поклонников. Когда ты так давно на сцене, ты так давно пишешь музло, и ты приходишь на премию «Жара», где сидит полный зал, и все кричат больше всего «Он до сих пор на тебя». И ты такой, ну, я вроде уже скуфился, да, но до сих пор все равно кричат. И больше всех. Поэтому огромное спасибо всем слушателям за любовь. Буду отдавать вам максимально еще больше. Отдаются максимально зрителям и Джонни, который стал хитмейкером года. Хитмейкер года. Очень важно для «Винограда», мне безумно приятно, я вообще не ожидал. Я еще жду, когда будут перечислять, ну, других артистов. И мне рядом говорят, так все. Я такой, в смысле, спецноминация такая, спасибо большое, «Жара», я безумно ценю. Спасибо огромное, на самом деле, очень неожиданно. Спасибо всем тем, кто поддерживает мою музыку, я вас безумно сильно люблю. Радовались победе и братья Гаязовы, которые стали победителями в номинации «Бест стриминг». В этом году у нас «Бест стриминг». Короче, для тех, кто не знает, это дает тем, у кого много прослушиваний. Значит, их много любят. Значит, это получается, что мы сегодня победили все. В том году мы взяли «Фан-клуб года», в этом году «Бест стриминг». Ты споришь со мной? А мы вот возьмем и поспорим. Ведь в прошлом году братья были признаны группой «Года», а в этом году такую награду получили Артик и Асти. Ну, как говорится, пост сдал, пост принял. Большое чувство счастья и благодарности. Ну, ожидала, скажи честно. Хотелось, но ожидать потом обидно, если что-то идет не так. В общем, мы здесь не за этим, уже все, что мы могли, мы сделали. И, конечно, очень приятно получать такой бонус в виде статуэток. И это одно из проявлений любви наших слушателей. Спасибо, это большая наша победа. Спасибо большое вам, любимые слушатели. Это бесконечно приятно. Купалась в любви слушателей не только Сивиль, но и Клава Кока, которая забрала лучший фан-клуб. Ты помнишь, ты меня спросила, какую я хочу награду? Да. И какой я сказала? Фан-клуб? Да. Кто самый важный человек в жизни? Мои поклонники. Вот. И поэтому я взяла фан-клуб «Года», я так кричала, как сумасшедшая просто. И вам расскажу секрет, что когда я шла на сцену, мои подфорты чуть-чуть зацепились, я чуть не упала. Но меня это даже не остановило, потому что мой фан-клуб видел много моих падений. И много взлетов, и много еще увидят. Много взлетов зрители видели и у Валерии, которая стала артистом поколений. Привыкнуть к этим ощущениям невозможно. Казалось бы, это не первая награда в моей жизни. А все равно волнение присутствует. И это очень-очень приятно, правда. И приятно, что песни звучат мои не только в моем исполнении, но и в исполнении других артистов, которые их перепевают, дают моим песням новое дыхание. «Новое дыхание» песня «Розовый вечер» дал и Амирчик, который выиграл в номинации «Вне времени». Правда, к сожалению, в этот момент артист был на гастролях, поэтому передавал привет с экранов. Ребят, всем доброй ночи. Хочу сказать, что вы у меня самые лучшие. И любые победы, включая эту на премии «Жара», они благодаря вам. Я вас очень сильно всех люблю за вашу бесконечную поддержку. Я просматриваю все видосы, читаю все комментарии, хоть и не всегда подаю виду, что все это смотрю. Но именно благодаря вам случаются вот такие вот победы. Привет с экранов передавал и Сергей Лазарев, который выиграл в номинации «Лучший альбом». Друзья, всем привет. Привет, премия «Жара». К сожалению, не могу быть сегодня с вами, потому что я нахожусь на гастролях. Но мне сообщили, что мой альбом «Я видел свет» стал альбомом года. Безумно приятно. Спасибо огромное всем, кто голосовал. Я желаю всем вам приятного вечера. И еще раз спасибо за награду. Благодарил поклонников и Хабиб, который стал лучшим диджитал-артистом. Диджитал-артист 2024. Ура, товарищи. Я очень рад. Спасибо всем, кто голосовал, кто переживал. И, конечно же, спасибо телеканалу «Жара» за возможность вот так вот сиять. В этот вечер сиял и Дима Билан, который выиграл в номинации «Лучшие видео». Какая-то масштабная, невероятная премия. Начиная с красной дорожки, я такие видел только на самых-самых больших премиях этого мира. Вот. И это очень впечатляет, скажу я вам честно. Я вспоминаю, как мы снимали эту работу. Это питерское метро, которое работало для нас ночью. Мы ездили в парк, вообще метро. То есть полностью поезд снимали, снимали в кабинах. В общем, вся ветка метро была абсолютно наша. А вот Бахти и Туркен получили заветную статуэтку в спецноминации «Радиохит года». И мы очень надеемся, что эту награду музыканты будут беречь. А то тут кое-что выяснилось. Они у меня стояли на полке в студии. У нас стояли в студии. Это же наши общие награды. А у нас там висит телек, я не знаю, он весит полторы тонны. И эта стена не выдержала телек ночью. Реально, мы пришли, телек упал и раздвинули награды. Одну склеили, а другой за другой придем клянчить. Видимо, нас судьба готовила к новой награде. Вот она теперь будет там. Ожидали? Честно, нет. А вы так на экран смотрели такие ждем? Мы не намерены. Нас показывают, мы такие, ну, наверное, сейчас еще какие-то номинанты. Мы такие, а где другие номинанты? И тут я догнал, что, ага, это спецноминация. Нет номинантов. Ушли с наградами и другие артисты. Вот, например, Мария Краймбери была выбрана читателями журнала «Войс». Шоу года досталось Полине Гагариной. Звездой авторадио стал Леонид Агутин. А награду за песню года забрала инстасамка и ее хит «За деньги дар». Ну что ж, а теперь пришло время обсудить невероятные наряды артистов. К слову, в этом году на нашу дорожку в буквальном смысле спустились с Олимпа боги шоу-бизнеса. Вы только посмотрите на эти образы. Я всегда готовлюсь очень тщательно, продумываю все до мелочей. Обратите внимание на барельеф. Увидела сразу, боже, это ангелы, вы понимаете? Ангелы, потому что я не видна, как ангел. Такие же сережки, кафы, которые сейчас в тренде. То есть мы такой очень шикарный образ в стиле давище, возможно, даже. Немножко омолодили и осовременили модными в сезоне кафами, акцентами, аксессуарами. Обратите внимание на акценты. Миром правит любовь. И если Леди Бу словно ангел прилетела дарить всем любовь, то Оль Сирябкина как русалочка приплыла к нам из морских глубин. На премии «Жара», тем более такая сегодня тема заявлена, должна была быть одна морская богиня, нимфа. И да, все настоящее. Русалочка есть, жива, вот она, Оленька. Ну, достаточно сложный костюм, если честно, в приготовлении. Вообще, я думала о том, что если богиня морская, то это Галатея, это богиня спокойного моря. И очень хочется нашей такой бурной, насыщенной событиями жизни, чего-то спокойного, спокойного моря сейчас очень не хватает. А вот Севиль была музой, любовной поэзии Эрата. Мы создавали этот образ на протяжении «Будь держаться за руки». Будем держаться за руки, это невероятно. Практически полтора месяца продумывали все детали. Большое спасибо всей династии великому имени Валентин Юдашкин. Сегодня мы в платье кутюр. Именно от этого уже великого бренда. Также хочу сказать спасибо Сергею Филину. Мы вдохновились экскурсией в Большом театре. Мы сегодня воплотили золотой цвет Большого театра. Вдохновились музой, которая расположена на куполе Большого театра. Это муза Эранта. К слову, в платье от великого Валентина Юдашкина была не только Севиль, но и Клава Кока. На мне сегодня платье коллекции Валентина Юдашкина 1999 года. То есть это настоящий эксклюзив. И с подиума его, собственно, никто не показывал свет. Мне кажется, что такие легендарные культурные вещи должны видеть люди. И надеюсь, что сегодня наши зрители заметят, насколько это тонкая, потрясающе красивая работа. Тонкая работа была и у Джонни, который, между прочим, сам стал дизайнером своего наряда. На самом деле это дизайнерский плащ. Ну и для кого не секрет, что мы с мамой в свободное время просто придумаем какие-то шмотки, хотел сказать, но это некрасивая одежда. Нет, ну это наша общая работа с мамой, но большую часть она, конечно, сделала, потому что у меня зачастую времени не бывает. Но она мне скидывает эскизы, говорит, как тебе, как? Я говорю, о, круто. Круто? Не то слово. И если Джонни сам смастерил себе плащ, то Олег Майами появился в необычном для себя образе. Я сегодня старался. Я реально, я очень люблю эту премию. Не премию, я люблю канал «Жара». Поэтому я реально готовился. Готовился, подбирал лук. У меня здесь, смотри, маечка, да, здесь пресс. Вообще тебе комфортно в таком образе? Мне комфортно, если честно, комфортно. Просто не так часто так хожу, потому что люблю больше свободный стиль, но когда я надеваю такую шикарную одежду, я чувствую себя шикарным мужчиной. Шикарным мужчиной себя чувствовал и мод, который пришел со своей богиней Машей. Матвей у нас грек наполовину. И вся эта эстетика ему очень сильно нравится. Я считаю, он просто сегодня сногсшибательно, великолепный. Я на самом деле... Приведу вам, Алиса, Афин, да. Пока мы шли сюда, я не могла оторвать взгляд от своего супруга. Десять лет вместе, а все по-прежнему меня удивляет. В общем, он говорит, богиня моей Греции. Мария Ярославовна говорит, нет, она говорит, я сегодня каменная статуя. Я говорю, ни в коем случае, богиня моей Греции. Богиней Греции была и Анна Седокова, которая чуть не осталась без платья. Юбка шилась сегодня ночью, в три часа ночи. Ее дошивали, доделывали. И украшения приехали буквально за 15 минут. Все такой прям симбур-симбур. Но если тебе нравится, мне очень приятно. Нет, это правда невероятно. Все как лютое, очень красивое. Тебе в нем дышать как гордость? Мне в нем дышать... Ну, хоть нормально, у меня спина же голая. Поэтому все хорошо. Ох, ну как же заморочились наши артисты. Мы это очень ценим. А теперь давайте узнаем, какими бы богами они хотели быть. Меня буквально вот на порожке поймал журналист и говорит, а вы богиня чего? А я такая думаю, богиня... И первое, что пришло мне в голову, богиня материнства, конечно же. Конечно же. И плодородие. Ну, невероятно. Конечно же, вот во плоти. Я бы хотел быть богом страсти. Да. Я бы смешивал туда все свои чувства. И каждому делу всегда бы щепотку страсти накидывал. Я думаю, что я была бы... А как? Наверное, я буду богиня искренности. Мудрость есть. Мудрость и ума. Мои мудрости? А я, ну... А голосы есть? Голосы. Будет голоса. Нам можно все. Ну, я воин света, на самом деле. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Ну, вы как гладиатор покоряете наш шоу-бизнес. Кого бы вы взяли себе в пару, как богиню? Мари Крамбрери. Сейчас абсолютно точно, потому что у нас вышел фит недавно. И я прям очень горжусь этой работой. Она очень искренняя, душевная. Прям максимально то, что надо. А вот сама Мари выбрала образ золотой рыбки или русалки. И рассказала, что готовилась к премии несколько месяцев. Мы, на самом деле, давно уже придумывали платье, как только получили изначальный дресс-код. И, несмотря на то, что доделывали за пару дней, мы его доделывали за пару дней, просто потому что всегда в многом мероприятии. Да, ты все делаешь в последний момент, но дизайн придумали уже давно. Как сложно очень было ехать в корсете, потому что он очень, видишь, косточка загнулась. Я села в машине, и он вот так вот впивался просто всю дорогу. И я уже мечтаю его снять и переодеться в спортивочке и пойти на сцену. Как в этом дышать? Главный вопрос. Нет, дышать не нормально, да. А вот Люси Чеботиной дышать в своем платье было практически невозможно. Ну, чего только не сделаешь ради красивого образа. Да, девчонки? Платье не дыши, платье не повернись, платье не моргай, платье выпрями спину. Просто стой красивая. Да, и улыбайся, и говори всем, боже, какой сегодня прекрасный вечер. У меня ощущение, что как будто бы в этом платье нельзя ни есть, ни сидеть, ни двигаться. Это вот действительно выйти, постоять красиво на дорожке премии «Жара» и победить. Как ты к этому относишься? А вот мне уже нравится твой сегодня, Адашу, настрой. Мне нравится настрой. Ну, а мы как в воду глядели, ведь именно Люся стала певицей года. А какой у нее был номер? Поэтому приглашаем вас в концертный зал насладиться грандиозным шоу. Особое внимание хочется уделить тому, как началась наша премия. В память о случившемся в Кроку-Сити-Холл оркестр исполнил композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность». Затем на ЦСКА-арена вышли лучшие друзья – Леонид Агутин и Владимир Пресняков, которые исполнили песню «ДНК». «Перелей мне свою кровь, чтобы в моем ДНК выжила только любовь, выжила наверняка, и несмотря ни на что, кто мы созданы как, ты перелей свою кровь, вот она рядом моя рука». К слову, в этот вечер было сразу несколько дуэтных композиций. Свели с ума всех девчонок и запремьерили новый трек «Дым», «Егор Крид» и «Джонни». Также впервые на премии «Жара» свой трек «Мед» исполнили Хабиб и Артур Пирожков. Ну, невозможно было удержаться и не пуститься в пресс. Но вот она идёт, расступается народ, она сладкая, как мёд, мне сегодня повезёт. Хэдшот, о мой год, моё голову снесёт, она сладкая, как мёд, мне сегодня повезёт. Удивила своим выступлением и Анна Астин, которая появилась на сцене на мотоцикле, да с красными волосами. Необычный образ был и у Клавы Коки, которая зачитала рэп и представила зрителям трек в новой аранжировке. И если Клава Кока удивляла рэпом, то вот её подружка Мари Крамбери, как всегда, сводила с ума своими танцами. Танцы были и в номере у Люси Чеботиной, которая повторила сцену из клипа «Командир». А вот Ольга Бузова не только успела посидеть в карете, но и постоять в планке прямо на сцене. О-о-о, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Двадцать лет в эфире она делает это. Что уж тут говорить, умеет Леди Бу удивлять, чего только стоят её зажигательные танцы под Вика Бойс. К слову, вы заметили, что ребята были не в полном составе. Оказалось, Лёша с Вик приболела, а не Лето сломал ногу. Но даже это не помешало парню зажечь зал. Сердцу больше не справится, и как его не проси, Всё равно к нему тянется и вызывает оси. Твой голос громче города, Лёгкость тебя доходна. Зажигали в семь под Николая Баскова. Уж он точно знает, как раскачать толпу. Ты неотразима, как балетик прямо. Все красотки мира влекнут пред тобой. А вот Эмин, как всегда, дарил зрителям свою любовь и лирику. Замурашил всех эмот, который уверил, что случайности не случайны. А завершился концерт трогательным и романтичным выступлением Димы Билана, под которого, кажется, зажигали все. Острые битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим глазам. Ну что же, это было поистине прекрасно. Да и вообще, премия получилась по-настоящему горячей. Еще раз поздравляем всех победителей. Ну а с вами был Костя Браво. Увидимся. Всем пока. Жара. Ньюс.